Друзья, всем привет! Продолжаем с вами читать Чёрный обелиск Эриха Марии Ремарка. Подписывайтесь на мой канал, не только на канал Романа Цамблюка. Я начала наполнять свой канал в том числе нашими с вами видео, нашими прошлыми стримами. И как наберётся тысяча подписчиков, сделаю какой-нибудь праздничный стрим. Может быть, даже не из дома, в смысле, не из квартиры. Продолжаем читать книжку. Сегодня 17-я глава у нас на очереди. Сейчас узнаем, что в ней произошло. Так, открывается, открывается. Ага, глава 17-я. «Милый свет, — говорит Изабелла, — почему он слабеет? Потому что мы устаем. Мы теряем его каждый вечер. Когда мы спим, весь мир исчезает. Но где же тогда мы? Значит, мир каждый день возвращается. Мы стоим на краю сада и смотрим сквозь решётку на расстилающийся за ней ландшафт. Солнце раннего вечера лежит на созревающих полях, которые тянутся по обе стороны каштановой аллеи до самого леса. Он всегда возвращается, — говорю я, и осторожно добавляю. Всегда, — Изабелла. «А мы? Мы тоже? Мы, — думаю я. Кто ответит? Каждый час кто-то даёт и отнимает, и родит в нас перемены. Но я молчу. Я опасаюсь затевать разговор, который вдруг может соскользнуть в бездну. Возвращаются пациенты, работавшие в полях. Они возвращаются, словно усталые крестьяне, и на их плечах олеют отблески вечерней зари. «Мы тоже, — Изабелла, — говорю я. Всегда. Ничто существующее не может исчезнуть. Никогда. Ты веришь в это? Нам ничего не остаётся, как верить». Изабелла поворачивается ко мне. Она кажется удивительно красивой в свете раннего вечера, пронизанного веющим в воздухе первым ясным золотом осени. «Разве иначе мы исчезнем?» — говорит она. «Я удивлённо смотрю на неё. Не знаю, — говорю я наконец. Исчезнем. Как много значений может иметь это слово? Очень много. Иначе мы исчезнем, Рудольф. Я нерешительно молчу. Да, — говорю я после паузы. Но только тогда и начнётся жизнь. Какая? Наша собственная. Тогда только всё и начнётся. Великое мужество, любовь и трагическая радуга красоты. Там, где, как мы думаем, ничего уже не останется. Я смотрю на её лицо, осеянное заходящим светом. И на мгновение время останавливается. Ни ты, ни я. Мы тоже не уцелеем? Нет, мы тоже не уцелеем. Отвечаю я и смотрю мимо неё на пейзаж полной голубизны, пурпура, дали и золота. Даже если будем любить друг друга, и даже если будем любить друг друга, — говорю я и добавляю нерешительно и осторожно. Мне кажется, потому-то люди и любят. Без этого они, пожалуй, не могли бы любить. Любовь — это желание передать дальше то, что не можешь удержать. Что? Я пожимаю плечами. Для этого существует много названий. Может быть, наше «я», которое мы хотим спасти, или наше сердце. Допустим, наше сердце. Или наша тоска. Нет, наше сердце. Больные, работавшие на полях, подошли к воротам. Сторожа распахивают их. Вдруг какой-то человек, видимо, прятавшийся за деревом, отделяется от ограды, быстро пробегает мимо нас, протискивается через толпу рабочих и выскальзывает за ворота. Один из сторожей замечает его и неторопливо бежит за ним. Второй спокойно остается на своем месте и пропускает мимо себя остальных пациентов. Потом запирает ворота. Видно, как внизу беглец спешит вперед. Он бежит гораздо быстрее, чем преследующий его сторож. «Вы думаете, ваш товарищ все-таки догонит его?» Спрашиваю я второго сторожа. «Да уж он его приведет. Не похоже». Сторож пожимает плечами. Это Гвидо Тимпе. Он каждый месяц пытается хоть раз даудрать и всегда бежит до ресторана «Форстхаус». Выпивает там несколько кружек пива. И мы всегда его там ловим. Ни за что не побежит дальше или в другое место. Только ради этих двух-трех кружек. И пьет всегда черное. Сторож подмигивает мне. Поэтому и мой товарищ бежит с прохладцей. Только чтобы не потерять его из виду на всякий случай. Мы даем Тимпе возможность вылакать пиво. Почему бы не дать? А когда он возвращается, то кроток как овца. Изабелла нас не слушала. «Куда он побежал?» Спрашивает она. «Он хочет выпить пиво», отвечаю я. «Вот и все». И представить себе только, что у человека это может быть единственной целью. «Она не слышит меня. Она смотрит на меня». «Ты тоже собираешься уйти?» Я качаю головой. «Нет никакой причины, чтобы бежать, Рудольф. И никакой, чтобы возвращаться. Все двери одинаковы. А за ними...» Она смолкает. «Что за ними, Изабелла?» Спрашиваю я. «Ничего. Есть только двери. Всюду только двери. А за ними ничего нет». Сторож запирает ворота и раскуривает трубку. Резкий запах дешевого табака доходит до меня и вызывает картину. Простая жизнь без всяких проблем. Хорошая жена, хорошие ребята, честная профессия. Честное отбывание срока жизни и честная смерть. Все тут, разумеется, само собой. Трудовой день, вечерний отдых и ночь без вопросов о том, что же кроется позади всего этого. На миг меня охватывает острая тоска по такому существованию. И даже зависть. Но потом я вижу Изабеллу. Она стоит у ворот, держась руками за железные прутья. Приникнув головой, смотрит вдаль. Долго стоит она, не меняя позы. А уходящий свет все разгорается. Густеют его малиновые и золотые оттенки. Исчезают синие тени лесов. Деревья становятся черными, а небо над нами яблочно-зеленое. И полно розовыми парусами облаков. Наконец, Изабелла оборачивается. В этом свете ее глаза кажутся почти лиловыми. Пойдем, говорит она и берет меня под руку. Мы идем обратно. Она на меня опирается. Не покидай меня никогда. Я тебя никогда не покину. Никогда, повторяет она, никогда. Какое короткое время. Дым ладана кружится над серебряными кадильницами священнослужителей. Бадендиид поворачивается к молящимся, держа в руках дароносицу. Стоят на коленях сестры в черных одеждах и кажутся какими-то смиренными холмиками. Головы опущены. Они бьют себя в укрытую грудь, которой так и не разрешено стать грудью женщины. Горят свечи, и Бог здесь соприсутствует в частице святых даров, окруженной золотым сиянием. Встает какая-то больная, идет через средний проход к скамье, где обычно сидят причастники, и там бросается на пол. Большинство больных смотрят неподвижным взглядом на золотое чудо дароносицы. Изабелла нет. Она отказалась идти в церковь, а раньше ходила. А теперь с некоторых пор не желает. И мне об этом сказала, заявив, что больше не хочет видеть окровавленного Бога. Две сестры поднимают больную, которая бросилась на землю, колотит по полу руками. Я играю. Бледные лица больных сразу поворачиваются к органу. Я выдвигаю регистры гамп и скрипок. Сестры поют. Плывут белые спирали Ладана. Бодендик ставит дароносицу обратно в дарохранительницу. Огни свечей мерцают, отражаясь в его парчевом облачении, на котором выткан большой крест. Их свет вместе с дымом Ладана как бы взлетает к другому большому кресту, где залитой кровью вот уже почти два тысячелетия висит спаситель. Я механически продолжаю играть и думаю об Изабелле и о том, что она говорила, а затем о дохристианских религиях, описания которых вчера вечером читал. В Греции тогда жили веселые боги. Они кочевали с облака на облако, были жульковатые, изменчивые, вероломные, так же, как и люди, подобием которых они являлись. В них нашли свое воплощение все черты и крайности жизни, во всей полноте ее жестокости, безрассудства и красоты. Изабелла права, бледный человек с бородой и окровавленным телом там, на кресте, не таков. Две тысячи лет, думаю я, две тысячи лет прошло с тех пор, а жизнь со всеми своими огнями, шумом пожаров, смертью и восторгами кружится вихрем вокруг зданий, где стоят изображения умирающего с бледным лицом, мрачные, кровавые, окруженные миллионами бодендиков. И постепенно разрастаясь на страны земли, легла свинцовая тень церкви, задушила радость жизни, сделала из эреса веселого Бога тайный и греховный постельный эпизод и ничего не прощала, невзирая на все проповеди о любви и прощении, ибо истинное прощение состоит именно в том, чтобы принять другого человека вот таким, какой он есть, а не требовать искупления, повиновения и покорности до тех пор, пока не будет произнесено эго, пардон, эго те абсолво, что это значит на латыни, отпускаю тебе грехи твои. Изабелла ждала перед часовней, вернике разрешил ей вечером гулять в саду, если при ней будет кто-нибудь. «Что ты там делал?» – спрашивает она враждебно. «Помогал обманывать?» Я играл на органе. Музыка тоже обманывает. Еще больше, чем слова. «Есть и такая музыка, которая срывает покровы», – отвечаю я. «Музыка труп и барабанов». Она принесла людям много горя. Изабелла поворачивается ко мне. «А твое сердце? Разве оно тоже не барабан?» «Да, – думаю я, – сердце барабан, неторопливый и негромкий. И все-таки этот барабан наделает много шума и принесет немало горя. Может быть, я из-за него не расслышу сладостного, безымянного зова жизни, который слышат только те, кто не противопоставляет ей пышно самоутверждающиеся я. Те, кто не требует объяснений, словно они обладают властью взаимодавцев, а не промелькнувшие странники, не оставившие следа. «Послушай, как бьется мое сердце», – говорит Изабелла и прижимает к себе мою руку пониже груди. «Слышишь?» «Да, Изабелла». Я отнимаю руку, но у меня такое ощущение, что точно я не отнимал ее. Мы идем вокруг небольшого фонтана, который плещет и плещет в вечернем сумраке, словно о нем позабыли. Изабелла погружает руки в бассейн и подбрасывает воду. «А где сны скрываются днем, Рудольф?» – спрашивает она. Я смотрю, как она брыжется водой. «Может быть, они спят?» – осторожно замечаю. Я и бы знаю, куда ее могут завести такие вопросы. Она опускает руки в бассейн и не вынимает их. Под водой кожа серебристо поблескивает. Она усеяна мелкими жемчужинками воздушных пузырьков и кажется, будто эти руки сделаны из какого-то неведомого металла. «Разве они могут спать?» – спрашивает она. «Они же сами живой сон. Их видишь только, когда спишь. Но где же они находятся днем? Может быть, висят, как летучие мыши в больших подземных пещерах или как совята в глубоких дуплых деревьях и ждут, пока не придет ночь? А если она не придет?» Ночью всегда приходит Изабелла. «Ты уверен?» «Я смотрю на нее. Ты спрашиваешь точно ребенок?» – говорю я. «А как дети спрашивают?» «Вот как ты?» Они задают один вопрос с другим. И доходят до такой точки, когда взрослые уже не знают, что отвечать. И тогда теряются или сердятся. Почему они сердятся? Они вдруг замечают, что в них есть какая-то ужасная лживость и не хотят слышать напоминания об этом. «К тебе есть тоже эта лживость?» «Почти все во мне лживо, Изабелла». «А что же такое эта лживость?» «Не знаю, Изабелла, в том-то все и дело. Если бы знать, то она уже не была бы таким лживым. Но только чувствуешь, что это так». «Ах, Рудольф!» – говорит Изабелла, и голос ее вновь вдруг становится глубоким и мягким. «Ни в чем нет лжи, да?» «Конечно, где ложь и где правда, знает только Бог. Но если он Бог, то не может существовать ни лжи, ни правды. Тогда все Бог. Лживым было бы только то, что вне его. Если же существовало бы что-нибудь вне его или противоположное ему, он был бы только ограниченным Богом. А ограниченный Бог – не Бог. Значит, или все правда, или Бога нет. Видишь, как просто. Изабелле бы с Будендиком поговорить. Я смотрю на ее пораженной. То, что она говорит, действительно очень просто и очевидно. «Значит, тогда нет ни дьявола, ни ада?» – спрашиваю я. «А если бы они существовали, не было бы Бога?» Изабелла кивает. «Конечно, нет, Рудольф. А сколько существует слов, и кто их все придумал?» Запутавшиеся люди. Она качает головой и указывает на часовню. «Вот эти там, они его там поймали», – шепчет она. «Он не может выйти, а ему хочется. Но они пригвоздили его к кресту. Кто же? Священники? Они крепко его держат». «Тогда были другие священники», – говорю я. «Две тысячи лет назад, не эти. Она прислоняется ко мне. «Они все те же, Рудольф», – шепчет она, приблизив губы к моему лицу. «Разве ты не знаешь? Он хочет выйти, но они держат его в заперти. Кровь из ран у него течет и течет, и он хочет сойти с креста. А они его не пускают. Они держат его в тюрьмах с высокими башнями, возносят к нему молитвы и курят ладаном. Но не выпускают. Ты знаешь, почему? Нет. В пепельном голубом небе над лесом высоко стоит бледная луна. «Потому что он очень богат», – говорит Изабелла. «Он очень-очень богат, а они хотят захватить его богатство. Если бы он вышел из их тюрьмы, он получил бы его обратно. И тогда они вдруг обеднели бы. Все равно, как с теми, кого у нас здесь сажают под замок. Тогда другие управляют состоянием такого человека и делают, что хотят, и живут как богачи. Так вот сделали и со мной. Я изумленно смотрю на нее. В лице ее есть какая-то напряженность, но я ничего не могу по нему прочесть. «Что ты хочешь этим сказать?» – спрашиваю я. Она смеется. «Все, Рудольф, ты ведь тоже знаешь, меня увезли сюда, так как я стояла кое-кому поперек дороги. Они хотят удержать в своих руках мое состояние. Если бы я отсюда вышла, им пришлось бы его возвратить мне. Но не беда, я и не хочу его получить. Я все еще не свожу с нее глаз. Но если ты не желаешь его получить, ты же можешь заявить об этом. И тогда у них не будет причины держать тебя здесь. Здесь или в другом месте, не все ли равно? А тогда почему бы и не здесь? Здесь хоть их нет, они как комары. А кому охота жить там, где есть комары? Она наклоняется ко мне. «Потому-то я и притворяюсь», – шепчет она. «Ты притворяешься?» Конечно, разве ты этого не знаешь? Притворяться необходимо, иначе они меня распнут на кресте. Но они глупые, их можно обмануть. Ты верники обманываешь? Кто это? Да врач. Ах, вон, этот хочет одного, а жениться на мне. Он такой же, как все. Ведь столько заключенных, Рудольф, и те на воле боятся их. Но распятого на кресте они боятся больше всего. Кто боится? Все, кто пользуется им и живет за его счет. Бесчисленное множество людей уверяют, будто они добрые, но делают очень много зла. Просто злой мало может сделать. Люди видят, что он злой, и остерегаются его. А вот добрые, чего только они не творят. О, они кровожадны. Да, они кровожадны, соглашаюсь. Я странно взволнованную ее голосом, шепчущим в темноте. Они страшно много навредили. Те, кто считает себя справедливыми, особенно безжалостны. Не ходи больше туда, Рудольф, продолжает шептать Изабелла. Пусть они освободят его, того распятого. Ему, наверное, тоже хочется посмеяться, поспать, потанцевать. Ты думаешь? Каждому хочется Рудольф. Пусть они освободят его, но они не выпустят. Он для них слишком опасен. Он не такой, как они. Он самый опасный из всех, потому что самый добрый. Оттого они и держат его. Изабелла кивает. Ее дыхание касается моего лица. Они бы опять распяли его. Да, я тоже так думаю, отвечаю я. Они снова убили бы его, те самые, кто ему теперь поклоняется. И они убили бы его, как убивали бесчисленное множество людей во имя его. Во имя справедливости и любви к ближнему. Изабеллу как будто знобит. Я туда больше не пойду, говорит. Она указывает на часовню. Они вечно твердят, что нужно страдать. Черные сестры. А почему, Рудольф? Я молчу. Кто делает так, что мы должны страдать? Спрашивает она и прижимается ко мне. Бог, отвечаю я с горечью. Если только он существует. Бог, сотворивший всех нас. А кто накажет Бога за это? Что? Кто накажет Бога за то, что он заставляет людей страдать? Здесь у нас за это сажают в тюрьму. Или вешают. А кто повесит Бога? Об этом я еще не думала, отвечаю я. Как-нибудь непременно спрошу викария Будендика. Мы идем обратно по аллее. В темноте проносится несколько светлячков. Вдруг Изабелла останавливается. Ты слышал? Спрашивает она. Что? Землю. Она сделала скачок, точно конь. Ребенком я боялась, что упаду во время сна. Я требовала, чтобы меня привязывали к кровати. Как ты думаешь, можно доверять силе тяжести? Да, конечно, как и смерти. Не знаю. Ты еще никогда не летал? На самолете? Что самолет, говорит Изабелла с легким пренебрежением. Это каждый может. Нет, во сне. Да, летал. Но разве это тоже не каждый может? Нет. Я думаю, каждому хоть раз, да и казалось, что он летает во сне. Это одно из самых распространенных сновидений. Вот видишь, отвечает Изабелла. И ты еще доверяешь силе тяжести. А что, если она в один прекрасный день перестанет действовать? Что тогда? Мы же будем носиться по воздуху, как мыльные пузыри. Кто будет тогда в лучшем положении? Тот, у кого окажется свинец в ногах или самые длинные руки? И как тогда слезть к сидящему на дереве? Не знаю. Но тут и свинец в ногах не поможет. И он тогда станет легким, как воздух. В ней вдруг появляется что-то шаловливое. Луна освещает ее глаза и кажется, будто в их глубине горит бледное пламя. Она откидывает волосы. В холодных лунных лучах они совсем бесцветны. Ты сейчас похожа на ведьму, говорю я. На молодую и опасную ведьму. Она смеется. На ведьму, шепчет она. Наконец-то ты догадался. Сколько же это тянулось? Резким рывком она расстегивает широкую синюю юбку, которая покачивается вокруг ее бедер. Юбка падает, и она переступает через нее. На ней нет ничего, кроме туфель и короткой распахнутой белой блузки. Тоненькая и белая стоит она в ночном сумраке. Скорее похожа на мальчика, чем на женщину. Волосы ее тусклы и тусклы глаза. Иди ко мне, шепчет она. Я окидываю взглядом, молею. Черт побери, вдруг появится патентик. Или верники, или одна из сестер. И я злюсь на себя, что думаю об этом. И Азабелла никогда бы не стала об этом думать. Она стоит передо мной, как дух воздуха, обрядший тело, но готовый тут же улететь. Тебе надо одеться, говорю я. Она смеется. Неужели надо, Рудольф? Насмешливо спрашивает она и кажется невесомой. Я же ощущаю в себе невесть, какую силу тяжести. Она медленно приближается, хватает мой галстук и срывает его от лунного света. Губы у нее совсем бесцветные, серо-синие. Зубы белеют, как известь, и даже голос, как будто потерял свои краски. «Сними это!» Шепчет она, расстегивая мне ворот и рубашку. Мне ворот и рубашку. Ворот рубашки, очевидно. Перевод, конечно. Я чувствую ее холодные руки на своей обнаженной груди. Они не мягкие, они узкие, твердые, крепко хватают меня. Дрожь пробегает по моему телу. Что-то, чего я никогда не предполагал. В Азабелле вдруг прорывается наружу. Я ощущаю его, как резкий порыв ветра или толчок. Оно идет издалека. Словно мягкий ветер с широкой равниной и вдруг сжатый горным ущельем и ставший вихрем. Я пытаюсь оторвать от себя ее пальцы и снова озираюсь, но она отталкивает мои руки. Она уже не смеется. В ней вдруг появилась отчаянная серьезность земной твари, для которой любовь – ненужный предаток, которая знает только одну цель и готова даже пойти на смерть, лишь бы ее достигнуть. Изабелла не отпускает меня, а я не могу справиться с ней. Словно в нее вошла какая-то посторонняя сила. И освободиться я мог бы, только оттолкнув ее. Чтобы этого избежать, я привлекаю ее к себе. Так она беспомощнее, но зато совсем близко. Она грудью приникла к моей груди. Я ощущаю в моих объятиях ее тело и чувствую, что невольно прижимаю ее к себе. Нельзя, говорю я себе, ведь она больна. Да, это будет подобно насилию, но разве не все и всегда насилие. Прямо перед собой я вижу ее глаза, пустые, без искры сознания, неподвижные и прозрачные. «Боишься?» Шепчет она. «Ты всегда боишься?» «Я не боюсь», — промочу я. «Чего? Чего ты боишься?» Я не отвечаю, и страх вдруг исчезает. Серые-синие губы Изабеллы прижимаются к моему лицу. Все она холодная. Меня же трясет обзноб ледяного жара. По телу бегут мурашки, только голова пылает. Я ощущаю зубы Изабеллы, она стоит подле меня, как стройный поднявшийся на задние ноги зверь. Призрак. Дух, сотканный из лунного света и желания. Покойница. Нет, живая воскресшая покойница. Ее кожи и губы холодны. Жуть и запретное сладострасти охватывают меня. Точно вихрь. Я, делая отчаянное усилие, вырываюсь и так резко отталкиваю ее, что она падает навзничь. Изабелла не встает. Она продолжает лежать на земле, похожей на ящерицу. Шипит и бормочет бранные слова и оскорбления. Они потоком срываются с ее губ. Так ругаются возщики, солдаты, девки. Иных слов я даже не знаю. Оскорбление, подобное ударом ножа и кнута. Я и не подозревал, что ей известны такие слова. Такие, на которые отвечают только кулаками. Успокойся, говорю я. Изабелла смеется. Успокойся, перетразнивает она меня. Заладил, успокойся. Да пойди ты к черту, она шипит уже громче. Убирайся с жалкой тряпкой, евнух. Замолчи, говорю раздраженно. Не то, не то что. Но ты все-таки попробуй. Она выгибается дугой, упираясь руками и ногами в землю, в бесстыдной позе, скрив открытый рот презрительной гримасы. Я смотрю на нее пораженная. Она должна бы вызвать во мне отвращение. Но она его не вызывает. Даже в этой непристойной позе она не похожа на девку, несмотря на все, что она делает. На те слова, которые выплевывают. На то, как она ведет себя. И в ней само, и во всем этом есть что-то отчаянное, и вступленное, и невинное. Я люблю ее. Мне хотелось бы взять ее на руки и унести, но я не знаю, куда. Я поднимаю руки, они словно налиты свинцом. Я чувствую свою беспомощность и нелепость, свое мещанство и провинциальность. Убирайся, шепчет Изабелла, продолжая лежать на земле. Уходи, уходи, и больше никогда не возвращайся. Не вздумай опять явиться сюда, старый сыч, святоша, плебей, кастрат. Убирайся, болван, кретин, мелкая твоя душонка. И не смей возвращаться. Она смотрит на меня, теперь уже стоя на коленях. Рот сжался и кажется маленьким. Глаза стали плоскими, тускло-серыми и злыми. Словно все еще сохраняя невесомость, она вскакивает, хватает свою синюю юбку и уходит. Легко и быстро ступая длинными стройными ногами, словно паря в лунном свете. Ногая танцовщица, помахивающая синей юбкой, как флагом. Мне хочется догнать ее, позвать, привлечь к себе, но я продолжаю стоять неподвижно. Я не знаю, что она сейчас сделает еще, и мне вспоминается, что не в первый раз здесь у ворот появляется ногой человек. Чаще всего это бывают женщины. Медленно иду я обратно по аллее, застегиваю рубашку, испытываю чувство вины. Сам не знаю, почему. Очень поздно возвращается Кнопов. Судя по шагам, он основательно нагрузился. Мне действительно сейчас не до обелиска, но именно поэтому я иду к водосточной трубе. В подворотне Кнопов останавливается, и, как подобает старому вояке, сначала окидывает испытующим взглядом двор и сад. Все тихо. Тогда он осторожно приближается к обелиску. Я, конечно, не надеялся, что бывший фельфебель бросит свою привычку от одного единственного предупредительного выстрела. Вот он уже стоит перед памятником в полной готовности. Осторожно еще раз поворачивает голову во все стороны. Затем искусный тактик делает ложный маневр. Руки скользят по швам, но это блеф. Он только прислушивается, и лишь после этого, когда выясняется, что все по-прежнему спокойно, он с удовольствием принимает соответствующую позу. Его усы приподнимаются в торжествующей улыбке, и он приступает к делу. Кноп, приглушенно вою я через водосточную трубу. Свинья ты эдакая опять здесь, разве я тебя не предупреждал? Перемена в лице Кнопова не может не доставить мне удовольствия. Я до сих пор как-то не верил выражению вытаращил глаза. По моему мнению, человек напротив щурится, желая что-нибудь получше разглядеть, но Кноп буквально выкатывает глаза, словно лошадь, испугавшаяся неожиданного взрыва гранаты. «Ты не достоин быть саперного полка фельфебелем в отставке», восклицаю я глухим голосом. «А поэтому я тебя разжалую, разжалую тебя в солдаты второго разряда. Пакостник, отойди!» Из горла Кнопова вырывается хриплый лай. «Нет, нет!» каркает он и старается отыскать, из какой части двора звучит голос божий. «Оказывается, из угла между воротами и стеной его дома, но там нет ни окна, ни отверстия, и он не может постичь. Откуда же доносится голос?» «Пропала твоя длинная сабля, фуражка с козырьком, нашивки!» шепчу я. «Пропал шикарный мундир, отныне ты солдат второго разряда Кноп, чертов хрыч!» «Нет!» вопит Кноп. «Угроза, как видно, попала в самую точку, скорее истинный тефтонец даст себе отрезать палец, чем расстанется со своим титулом. «Нет, нет!» бормочет он и воздевает лапы, озаренные светом луны. «Приведи себя в порядок!» приказываю и вдруг вспоминаю, как меня обзывала Изабелла. Чувствую тоскливую колу под ложечкой, и на меня, словно град, обрушивается моющее отчаяние. Кноп прислушивается. «Только не это!» каркает он еще раз, и, задрав голову, смотрит в небо на озаренной луной барашки. «Боже мой, только не это!» Вот он стоит, словно центральная фигура в группе Лаокаона, как будто борясь с незримыми змеями позора и разжалования. И мне приходит на ум, что он стоит совершенно в той же позе, в какой я стоял час тому назад, и под ложечкой у меня снова начинает щемить. Но я владеваю от неожиданной жалости к кнопку и к себе. Я становлюсь человечнее. «Ну ладно!» шепчу я. «Хоть ты и не заслуживаешь, но я еще раз даю тебе шанс исправиться. Я разжалую тебя только в ефрейторы, да и то на время. Если ты до конца сентября будешь справлять нужду, как подобает цивилизованному человеку, тебя опять произведут вунтер-офицеры». «К концу октября в сержанты, к концу ноября в вицефельфебели, а на Рождество станешь опять кадровым ротным фельфебелем в отставке. Понял?» «Так точно, господин! Так точно, господин!» Кнопф не знает, как обратиться. Я чувствую, что он колеблется между величеством и Богом и свое время не прерываю. «Это мое последнее слово, ефрейтор Кнопф!» «И не воображай, свинья, что после Рождества ты сможешь опять начать безобразничать. Тогда будет холодно, и ты следов не сотрешь. Они накрепко примерзнут. Если ты еще раз остановишься у обелиска, тебя поразит электрический удар и такое воспаление простаты, что тебе ноги сведет от боли, а теперь проваливай отсюда пакостный галунчик». Кнопф с непривычной резвостью исчезает в темноте в темной пещере своего входа. Из конторы доносится приглушенный смех. Оказывается, Лиза и Георг тайком наблюдали этот спектакль. «Пакостный галунчик!» хрипло хихикает Лиза. С грохотом падает стул, дверь в комнату Георга закрывается. Ризенфельд как-то преподнес мне бутылку голландского Хеннивера с рекомендацией употреблять только в очень тяжелые минуты. «Я извлекаю ее на свет». На четырехугольной бутылке яркая этикетка. «Фрисхер Хеннивер ван Пе Бокма» «Лео Варден». «Я открываю бутылку и наливаю себе большой стакан». Хеннивер оказался крепким и пряным. Он не подвел меня. Так, семнадцатая глава позади. Друзья, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь, конечно, на канал Романца Булька, который я использую в целях просвещения. Помогайте друг другу и ВСУ. Берегите себя. Скоро увидимся.